Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, прекрасное тамузское утро, 25-я тамуза. Мы зашли уже так глубоко, на 8 дней мы уже зашли в Бен-Эм-И-Царим с 17-го тамуза. Значит, мы двигаемся в сторону 9-го ава, наш поезд двигается сквозь время, и сегодня 25-я тамуза осталась до 9-го ава, получается в среднем 20, почему 20, 14 дней, 2 недели осталось всего, да, 2 недели, потом начинается веселье-веселье. Значит, 24-е июля также сегодня, и мы продолжаем изучать Шавулатов, продолжаем изучать Тору, и, значит, сегодня у нас в книге «Айом-Йом», в книге «Айом-Йом» сегодня день, рассматривается и книга «Обретение неба на земле», конечно, вот знаете, день на день не приходится, бывает дни все понятно, бывает дни ничего не понятно. Это как в жизни вообще, да, бывает, что тебе все вот вроде все понятно, все ясно, потом бах, и все непонятно, прям картина, модель мира может рушиться вот так вот, вот только что было счастье, а потом бах. Значит, хорошо, значит, в философии хасидизма существует два очень характерных выражения. Первое выражение, что евреи осознают божественность, ощущают сверхъестественное, и не нуждаются в доказательствах этого. Значит, хасидизм – это направление в классическом ортодоксальном иудаизме, которое большое внимание уделяет изучению внутренней части Торы. Внутренняя часть Торы – это то, что называется мистика, эзотерика, разные слова, пытающиеся описать, ощущение присутствия Всевышнего во всем. Да, это можно так назвать мистика. Что мистики, они как бы видят мистику там, где другие люди эту мистику не видят. Так оно работает, да. Теперь, значит, книга о Йом-Йом утверждает, что у евреев есть вот это ощущение сверхъестественного, и он не нуждается в доказательствах этого. Хочу сказать, что бывает это есть у евреев, а бывает этого может и не быть. Может человек не чувствовать, да, самые такие атеисты бывают, такие есть атеисты, тоже бывают евреи. А бывает, что не еврей, и у него вот это мистическое ощущение присутствия Всевышнего очень, очень развито. Но факт в том, что, что по определению, да, кто был первый еврей? Первый еврей был Авраам, праотец Авраама. И он, он искал Всевышнего. У него был вот этот поиск, а где же, где же этот Всевышний, Творец Мироздания? Кто это все создал? Кто весь этот мир создал? Ему было интересно, как это. И он, значит, оп, и нашел, нашел вход ко Всевышнему, да. То есть он пробился сквозь, сквозь наслоение идей о Всевышнем, о творении мира, создании мира, управлении миром, сквозь всю конспирологию там и так далее. То есть все, кто ищет Всевышнего, они вначале утыкаются в огромный ворох такого мусора, конспирология, там какая-то идолопоклонство любых разных видов, да. И всякие такие странного вида личности рассказывают про какие-то вообще глупости, да, в основном глупости с умными такими лицами. И, значит, человек, который ищет духовность, он обязательно вначале натыкается на эти суррогаты. Суррогаты такие духовности, то, что предлагается, ну, маркетинг, да, то есть маркетинг, миром все равно рулит маркетинг. И раскрученные такие всякие гуру, да, они как бы, как бы вот они рядышком, смотри, вот, пожалуйста, тебе духовность. Дальше, дальше тот, кому повезет и кто искренний, да, вот есть такая книга, очень советую всем прочитать, книга называется Кузаре, Кузаре, вот можно будет в, вот тут вот в канале, в нашем телеграм-канале, мы пошлем, я очень прошу Якова Шатадина найти эту книжку и послать ее всем, вот, в телеграм-канале Ваикра, значит, мы разместим эту книгу. Значит, Кузаре, была написана книга тысячу лет назад, и книга рассказывает о том, как был один, он был, по-моему, хазарский хан, да, были такие хазары, кочевые племена, и он, ему, он искал путь к Богу, да, то есть он искал путь вот к этой высшей силе, которую он чувствовал, что она есть. И когда он это искал, он искал, то к нему во сне приходил такой человек, и ему говорил, твои стремления Богу угодны, а действия нет. То есть то, как ты ищешь путь к Богу, значит, Кузаре, значит, то, как ты ищешь Богу не угодно, то есть те инструменты, которые ты используешь. И в итоге вся эта книга, он беседует с греческим философом, он беседует с раввином, он беседует, по-моему, или с мусульманским священником, или с христианским. И идет вся эта книга на сравнивание вот этих доктрины. Путь к Богу, как греки, которые думали о Боге, что он первопричина, но он создал все, и сам дальше отошел, есть первопричина. А всякие вот эти вот зевсы, шмерсы там и так далее, они как бы управляют миром. Но это бред, потому что иначе хаос был бы, да, а хаоса нет, все очень-очень работает синхронненько. Теперь, значит, Кузаре, всем советую прочитать. Теперь вернемся к книге о Йом-Йом. Значит, здесь написано так, что еврей осознает божественность, ощущает сверхъестественное и не нуждается в доказательствах этого. И вторая мысль в хасидизме, что еврей не хочет и не может быть оторван от божественности. И продолжает автор книги, истина заключается в том, что оба эти выражения представляют собой одно целое. Еврей осознает божественность, ощущает сверхъестественное и поэтому не хочет и не может быть оторван от божественности. Теперь вот здесь кто-то может спросить, а что, как это вообще, почему евреи именно да, а не евреи именно нет. А я бы сказал по-другому, что тот, кто ощущает вот эту божественность, он и является, само слово Исраэль, да, Исраэль. Исраэль, это великое такое было звание, которое дано Яакову от Бога. И когда Яаков воевал с ангелом и победил, если вы помните, в книге Берешит был момент, когда Яаков воевал с ангелом, и они боролись до утра. И утром ангел сказал Яакову, все, отпусти меня, мне нужно идти на работу, на работу утро уже, мне нужно идти воспевать Всевышнего. А Яаков говорит, нет, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. И что там написано? Написано так, что и сказал ангел Яакову, теперь, говорит, ты не Яаков, а теперь ты Исраэль. Значит, он ему дал это имя, имя теперь тебе Исраэль. И Яаков его отпустил. Так спрашивается, где здесь благословение? То есть благословение это какое-то пожелание. А он ему сказал, тебя теперь зовут Исраэль. Само название Исраэль, само слово Исраэль, да, это качество, в которое Яаков, он периодически поднимался, потом опять становился Яаков, поднимался, опять становился Яаков. Исраэль, само слово переводится как Сар, это министр. Исар, это тот, кто борется за власть. И Исраэль, это тот, кто борется с Богом и с людьми и побеждает. Исраэль, то есть такой борец, божественный борец, можно так перевести, божественный борец. А второе перевод этого слова, да, Исраэль, это Яшар-эль. Яшар, это прямо, прямо к Богу. Исраэль, это тот, который идет прямо к Богу, у него есть вот это то, что здесь написано, что евреи осознают божественность. То есть у него есть вот эта вот внутренняя, прямая связь на уровне ощущений со Всевышним, и он эту связь, он как, он ее чувствует. И не готов от нее отказаться. А третье, я как раз узнал это буквально в шаббат или перед шаббатом. Третье, что такое Исраэль? Исраэль, это те же буквы, и ют, шин, рейш, это шир, песня. Эти же буквы песня, песня Богу. Исраэль, это тот, кто воспевает Всевышнего, прославляет Всевышнего. И это тоже качество Исраэля. То есть борется, у которого внутри, он, почему так, вот евреи там 30% нобелевских лауреатов, они все время в борьбе, все время они хотят что-то, вот эта творческая сила внутри, которая прям разрывает. Эта сила творческая, она ломает рамки, ломает ограничения. Это называется качество Исраэль. Второе, Яшарли Эль, тот, кто, тот, кто прямо к Богу, да, у которого есть, вот есть я, есть Бог, и мы уже учили об этом, что вообще, в принципе, жить в этом формате, что есть я, Бог, а все остальное, это способ Бога разговаривать со мной, и мой способ разговаривать с Богом, это такая очень сильная, высокая, такая духовная позиция, да. Когда ты воспринимаешь весь этот мир, действительно, как он есть, есть я, есть мое восприятие мира, и есть Бог, который управляет всем миром, который и стоит за тем миром, который ко мне приходит. И мое с Богом взаимодействие, это и есть вся моя жизнь. Человек приходит в этот мир, потом уходит из этого мира, заходит в другой мир, и все это, он все равно один. Теперь дальше. Понятно, да? Теперь кто такой еврей, кто такой настоящий Исраэль? Это тот, который чувствует божественность и не готов от нее отказаться. Не готов ни при каких условиях от нее отказаться. Вторая книга «Обретение неба на земле», она дает нам сегодня идею, очень такую сложную, я, честно говоря, сейчас вам прочитаю, попытаемся вместе разобраться. Из Сан-Рема, да, Давид Кост, из Сан-Рема. Прямо очень хочу в Сан-Рема попасть. Я думаю, что с Божьей помощью, летом у меня есть план в Европу выехать в конце августа. Может быть, заеду в Сан-Рема, а может, не заеду. Идея в том, что вот этот внутренний мир, в котором живет каждый из нас, он так и работает. То есть у тебя появляется какая-то идея, и ты можешь эту идею наполнить желанием, потом это желание выразить в молитве, потом эту молитву попытаться реализовать. И так человек двигается по жизни. Но по факту все равно есть мое желание, и есть Всевышний, который управляет обстоятельствами, которые или мне дадут реализовать желание, или нет. Но вот этот вот выбор человека, это выбор его желания, направления, намерения. Хочешь в Сан-Рема? Пожалуйста. Хочешь в... Как один говорит, я опять хочу в Париж. Кто-то его спрашивает, а ты уже там был? Он говорит, нет, я уже хотел. То есть я опять хочу, это имеется в виду, опять у меня появилось желание попасть в Париж. Не знаю еще. Все, давайте я просто это для примера привел, как работает жизнь человека. Что у тебя появляется какое-то желание, и это желание является намерение, желание первичным, главным инструментом сотворения жизни человека. Дальше на это желание наслаивается какой-то ответ Всевышнего. Понятно, да? Все, двигаемся дальше. Книга «Обретение неба на земле». Сегодня вообще отрывок совершенно сложный и непонятный. Есть Бог, пишет автор этой книги, открытый индукцией. И есть Бог дедукции. Есть нечто вдали от всего этого. Значит, тут те, которые не знают, что такое индукция и дедукция, они чуть-чуть как бы тормознулись в этот момент. Включая меня, я, честно говоря, индукция и дедукция, я точно не знаю, что это такое. Но мне кажется, что из дальнейшего текста будет понятно. Давайте дальше прочтем. Но он пишет, есть Бог открытой индукцией, и есть Бог дедукции. И есть нечто вдали от всего этого. Давайте узнаем. Значит, вы смотрите на мир, говорит автор книги, видите жизнь в нем, и приходите к выводу, что в создании заключена гармоническая сила. Я думаю, что это индукция. Индукция это, когда ты, можно, кстати, проще всего, давайте мы сделаем простое такое вот действие, да. Мы наберем сейчас в гугле, наберем слово индукция, и узнаем точно, индукция это. И мы узнаем, что такое индукция. Способ рассуждения о частных фактах положений к общим выводам. Отлично. То есть, теперь понятно, что имел в виду автор книги, когда говорил, что ты смотришь на мир, видишь жизнь в нем, и приходишь к выводу, что в создании заключена гармоническая сила. То есть, из частного к общему. Это индукция. Понятное дело, когда ты смотришь на цветок, на листок, на дерево, на птицы, которые пролетают косяком из одного конца мира в другой, на рыбы, которые плывут на нерест куда-то на север, ты понимаешь, что это вообще не могло возникнуть просто так, случайно. Но как это может быть, что это все возникло случайно? Это называется индукция. И ты понимаешь, что есть Бог, который все это сотворил и организовал. Понятно, это индукция. А есть Бог дедукции. Давайте посмотрим, что такое дедукция. Индукция и дедукция. Такое. Прямо сегодня мы очень интересно узнали слова новые. Дедукция. Давайте смотрим. Дедукция. Дедукция это способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим путем от общих положений к частным выводам. А наоборот. Все, давайте теперь наоборот смотрим. Значит, вы смотрите на мир снова и понимаете, что у Творца не было никаких ограничений. Он должен быть бесконечным Богом. И решайте дедуктивно, что Бог удаляет всех вещей, известных вам. То есть, если он Творец, если он Творец Мироздания, а многие спрашивают, а кто сотворил его? То есть, кто Бог? Творец Мироздания. А кто сотворил его? А вот тут вот мы как раз и приходим, что вот в этом принципиальная разница между Богом и Творением, что у Творения есть Творец, а у Творца он бесконечный, он неописуемый, непостижимый. Поэтому он Бог, то есть, это первопричина, а у него нет причины. И если вы скажете, а как же так, а где же его первопричина, тогда вот мы как раз и пришли к объяснению, кто такой Бог. Бог это тот, который, у него нет причины, он непостижим, неописуемый и который Творец всего. О, вот это Бог. Теперь, если мы пришли к такому, это дедуктивно называется, мы пришли к такому выводу, то что? То тогда мы Бога как бы обозначили, что он непостижим и он вдалеке от всего, так пишет автор книги. Но обе дороги определяют Бога по вещам, которые вы знаете. Либо находите в них его, либо решаете, что он не является ничем из них и пребывает вдали от всех. То есть, автор говорит так, что и первое, и второе рассуждение, оно базируется на том, что вы рассматриваете знакомые вещи и из вот этих знакомых вещей вы вводите идею о Боге. То есть, мы смотрим на цветочек и понимаем, что у цветка есть Творец. Мы понимаем, что этот Творец и все сотворенное – это разные вещи, и поэтому Творец отделен от сотворенного. Но мы всегда смотрим на то, что мы видим и понимаем, на сотворенное. Понятно. Больше ничего разум постичь не может. Он, разум, может вечно пытаться проникать все выше, но никогда не постигнет Бога. То есть, разум может постигать то, что видит, слышит, то, что видит. То есть, вещи, которые мы знаем, вот чашка, кофе, очки, это понятно. То есть, мы можем их постигать, но постигать абстрактные вещи мы можем только, как, знаете, как один другого спрашивает. Вот, ты фейхуа кушал? Он говорит, я фейхуа кушал. Он говорит, опиши мне фейхуа, я фейхуа не кушал. Опиши мне вкус фейхуа. Тот говорит, ну вкус фейхуа, он, как же тебе объяснить-то вкус фейхуа? Вот знаешь лимон? Он говорит, лимон знаю. Он говорит, вот фейхуа это не лимон, вообще не лимон. То есть, вообще с лимоном ничего общего. А знаешь, например, землянику? Он говорит, землянику знаю. Он говорит, ну вот в фейхуа есть там чуть-чуть что-то, какие-то нотки земляники просматриваются. Он говорит, а фейхуа-то какого вкуса? Он говорит, ну как тебе объяснить? Тиви, знаешь тиви? Он говорит, тиви знаю. Но это вот такой, как маленький киви, в котором есть чуть-чуть, просматривается земляника и совсем не как лимон. То есть мы, когда говорим о Боди, мы примерно так же пытаемся объяснить, только это фихуа. Ну, фихуа, тот, кто ел фихуа, ну что такое объяснить вкус фихуа? Так мы даже вкус фихуа не можем объяснить человеку, а как мы про Бога пытаемся объяснить? Так он говорит нам так, что в любом случае разум может постичь только то, что он видел, но разум может вечно пытаться проникать все выше в абстрактное объяснение, но никогда разум не постигнет Бога. Однако глубоко внутри вы сознаете, что есть сущность, которая невозможно определить, что в нем имеется и чего в нем нет. Вот, и сейчас, как сказано в книге Зоар, Зоар это Каббала, книга Каббалы, никакая мысль не уловит его, Бога, но он, Бог, пойман внутренними струнами души. То есть, если мы говорим про фихуа, то тот, кто фихуа не кушал, он не может, нельзя словами передать вкус фихуа, потому что если человек его не кушал, то он не может его постигнуть. Но, говорит нам книга Зоар, что Бог-то в душе есть у каждого. То есть, получается, что когда мы говорим о Боге или думаем о Боге и пытаемся постигнуть Бога, то мы внутри-то все равно его уже постигли, он есть внутри. То есть, это как будто бы ты объясняешь вкус фихуа человеку, который его ел, но забыл. И ты ему говоришь, ну вот вспомни, вспомни, вот ты помнишь, вот когда-то, когда-то, давным-давно, там-то, 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 там-то. И он, в конце концов, а, помню, я ел фихуа, конечно, помню, да. Зачем мне все эти объяснения? Оно-то, у меня фихуа внутри уже было, я помню его на языке, какой он. Вот то же самое с Богом, то есть, говорит мне Газовар, что никакая мысль, размышление не уловит Бога, но он уже пойман внутри струнами души, то есть, он внутри уже есть. Все, кто думает и размышляет о Боге, они уже с Богом знакомы, уже у них внутри есть, есть их душа, это как раз душа и есть часть Всевышнего. Понятно, да? Вот это вот очень интересная такая была штука, но чтобы, смотрите, я когда ее читал до урока, я не понимал, а вот сейчас мы глубоко-глубоко-глубоко попытались разобраться, и оп, мне кажется, что, ну вот, то, что хотел автор, знаете как, автор, он передавал какую-то идею из книги Зуар. И мне кажется, что удалось нам понять, что он имел в виду, ну, мне кажется, удалось. Дальше, сегодня недельная глава, мы начинаем новую недельную главу, называется она Масаэй. Масаэй это переходы, дословно, да, переходится Маса, есть сейчас программа такая Маса, по этой программе те, кто имеют законное право на возвращение в Израиль, те, у кого есть предки, родственники, евреи, они могут приехать сюда по программе Маса и поучиться здесь в разных учебных заведениях, чтобы понять, могут ли они дальше жить в Израиле и как им жить в Израиле. Это называется программа Маса. Вот это то же самое слово, Масаэй это поездка. А эта глава называется, вот поездки сынов Израиля, которые вышли из Египта и, значит, вышли они с помощью мужей Аарона. Значит, здесь перечислено 42 поездки, 42 перехода в пустыне, по которым народ Израиля ходил. Когда говорят, что ходили 40 лет по пустыне, это неправда, они не ходили 40 лет по пустыне, большую часть времени они стояли на стоянках и были переходы, то есть если взять из 40 лет время переходов, то переходы были незначительное время, да, то есть 2-3 миллиона человек поднимается с шатрами, разбирают мешкан, потом они переходят на новое место, опять раскладывают шатры и так далее. Но в чем был интерес, что были стоянки, на которых стояли там 15 лет, а были стоянки, на которых стояли 2-3 дня. Они двигались по столбу, славы Всевышнего, такой был столб, который поднимался, двигался, они вставали тут же, двигались за столбом, останавливался, они тоже останавливались. Теперь вот эти 42 перехода, они, дальше идет перечисление, значит, И значит, записал Моше все выходы их, все переходы, по слову Бога они шли, и вот переходы их по тому, как они выступали. Дальше идет вот в первом отрывке, в первом отрывке главы сегодняшний день идут переходы, я не буду даже читать названия, каждое название имеет какой-то смысл, все эти названия, они, значит, имеют свой перевод, смысл, они на что-то намекают, те, кто знают, знают, на что они намекают, те, кто умеют расшифровывать, умеют расшифровать, те, кто знают тайны, знают тайны, но нам-то что, зачем мы каждый год читаем эту недельную главу, и что мы можем из нее выучить? И я видел такой комментарий, что жизнь человека это тоже переходы, то есть мы постоянно переходим из одного состояния в другое, из одного, иногда из одной страны в другую, из одной квартиры в другую, иногда по своей воле, иногда нас Всевышний заставляет перейти, как сейчас 5 миллионов беженцев из Украины, которые вынуждены из-за Москвы, из-за войны, были вынуждены потянуть свои дома, внутренних, если взять переселенцев, 10 миллионов, представляете, 10 миллионов человек, вот как, когда выходили из Израиля, это было 2-3 миллиона, а сейчас 10 миллионов человек, которые вынуждены сейчас выехали в Европу, в разные страны, по Украине, переселенцы и так далее, то есть иногда это происходит переход из одного места в другую, не по воле человека, иногда он сам себе, значит, опять же, что значит сам себе? Я, например, мы с женой почитали, мы переезжали больше 20 раз вместе, больше 20 раз, но это не были переезды вынужденные, да, это были переезды, но опять же, они для меня были, я хотел переехать, а жена, она переезжала, для нее это было вынужденные переезды, представляете? И жизнь человека, она состоит из вот этих вот примерно 42 изменения состояния человека, даже если человек живет на одном месте, возможно, что меняется его восприятие мира, есть возрастные кризисы, есть женился, развелся, заболел, выздоровел, то есть у человека вся его жизнь это переходы, переезды, переходы, переезды, переходы, переезды и все по слову Бога, потому что если ты знаешь, что ничего не происходит без воли Всевышнего, так мы все в этих переездах, всю жизнь мы в переходах, в переездах. Все, в сегодняшнем отрывке были только перечислены первые переезды, переходы, значит, расположились станом у Тростникового моря, еще до Красного моря, где оно раступилось, у них уже было несколько переездов. И, значит, с Божьей помощью, чтобы все наши следующие переезды были для нашего добра. И очень важно, я сейчас очень изучаю тему счастья, вот я прям решил изучить эту тему, как бы разобрать, да? Очень важно уметь принимать, потому что, если ты сопротивляешься тем изменениям, которые с тобой происходят, то, ну так, ты сопротивляешься, ты создаешь себе трудности. То есть нужно понимать, что Бог управляет жизнью каждого из нас для нашего блага, и тот, кто это понимает, принимает, то он достигает двух вещей. Ему хорошо, дальше улучшать свою жизнь. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний выполнил, чтобы Бог, чтобы Бог наполнил все запросы вашего сердца для вашего добра, чтобы во всех сферах, которые для вас важны, Всевышний вам дал то, что будет вам хорошо. И здоровья всем, кто выздоравливает, потому что очень, самое для человека страшный момент, когда он болеет. Но я вот читал в этот шаббат книгу про жизнь Раби Нахмана из Бреслова, который в Умане переводит, который в Умане похоронен. Он три года, он болел туберкулезом, умирал вот эти три года, он болел, ему было все хуже, 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 и он умирал. Именно в эти три года, последние годы своей жизни, он и создал вот это свое учение, что нет отчаяния, нет места отчаянию. И именно благодаря тому, что он зашел в самую страшную, у него до этого умерла жена и дети. Потом умерла его жена от туберкулеза, дети, я не помню, от чего умерли. Но он сам заболел туберкулезом, и три года он умирал от туберкулеза, и вот как раз вот в это время он сказал, что нет места отчаянию. И он как бы вышел на такую ступень радости и близости ко Всевышнему, что вот когда он уходил, он уходил в полном сознании, там, ну очень, прям такая, я очень впечатлился от описания вот этого его перехода. И получается, что иногда болезнь или какие-то сложности в жизни дают человеку возможность перейти на совершенно новый, качественно новый уровень духовности, жизни, взаимоотношений со Всевышним и вырасти духовно, материально, физически, во всех планах. Все, всем удачи, успехов, хорошей недели, хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова